В 2011 году под Ярославлем разбился самолет Як-42 с российской хоккейной командой «Локомотив» на борту. Это была далеко не первая катастрофа с участием российских самолетов. Хотя в результате расследования было установлено, что Як-42 был исправен, президент России Дмитрий Медведев обозначил причину катастрофы так. Если наши не способны раскрутиться, надо покупать воздушные суда за границей. Почему же так происходит? В 90-х годах не хватало денег, но с 2001 по 2011 годы на поддержку авиапрома напрямую из бюджета было выделено более 12 миллиардов долларов. Была создана Объединенная авиастроительная корпорация как централизованный механизм управления развития отраслью. Ее уставный капитал, сформированный по большей части за счет господдержки и передачи госимущества, составил более 6 миллиардов долларов. Так в чем же дело? Куда пошли эти деньги? Это Суперджет. Самолет создан Объединенной авиастроительной корпорацией. Его позиционируют как флагман российского авиастроения. На него пошло около 3 из 12 миллиардов долларов, выделенных на поддержку авиапрома за последние 10 лет. Что получило российское государство за эти деньги? Более 80% комплектующих в Суперджете иностранного происхождения. Многие из них могли поставляться российскими предприятиями, однако российских поставщиков – минимум. Более того, сроки поставок сорваны. Постоянно выявляется брак. А главное – нет заказов. Даже правительство и администрация президента не решились заказать спецэкземпляр флагмана авиастроения для своих нужд. Всего было поставлено 6 Суперджетов для Аэрофлота и один для Армавиа. Но в настоящее время ни один из них не летает. Почему так происходит? Да потому что по-своему Суперджет – это бразильский эмбраер 20-летней давности, не нужный никому. Неужели это и есть стратегия руководства страны? Убирать от отраслей профессионалов и выдавать свежевыкрашенное старье за высокотехнологичный прорыв. Все остальное убито. Як. Ил. Разорвано сотрудничество с украинским «Аном». Под вопросом оказался проект самолета МС-21. Перспективный проект Ту-334, разработанный в 80-х годах, тоже положен под сукно. КБ поставлено на грани исчезновения. Мы теряем старые самолеты, не получаем новых. Тем временем американцы продолжают производить Boeing 737, впервые выпущенный в 1967 году. Кстати, именно эти самолеты закупают наши перевозчики. Это и есть суперджетовщина, которая скоро оставит Россию без авиапрома. Лучшие профессионалы авиации и авиапрома просят от руководства страны остановить суперджетовщину. Прекратить хаос в авиационной деятельности, которая для огромной России является странообразующей ключевой. Предложения настоящих профессионалов авиации собраны в авиационной доктрине России. Читайте ее на сайтах. Главные положения. Первое. Полноценное Министерство авиации России, объединяющее всю авиационную деятельность и гражданский авиапром. Второе. Подъем малой авиации и взрывной рост частной авиации. Третье. Гарантированный государством заказ нашим авиаперевозчикам не менее 100 гражданских самолетов в год. Становитесь сторонником авиационной доктрины России. Спасите отечественный авиапром. Завожите базу для новой авиации России.